И так, город Иваново, улица 10 августа, магазин 220 вольт. Мы купили Кутоп, будем тестировать. Здесь есть эльбора, каких количеств не говорят, может, гомеопатических, щепотка эльбора на 100 тонн или кокорунду, мы посмотрим. Сейчас мы их отожгем в печи и потом изучим состав зерна. Поехали, Ема, едут там. Может, идешь в печи, потом изучим его. Вы, конечно, извините, но мне почему-то это начинает напоминать крематорий. Собственно, и это тоже можно. Обращайтесь за заказами. Да, достойно. Как там тепло? И на сколько все это? Нормально. Часика на два? Будет сейчас только 760. 760, часика на два, потом достаем, окей. Взяли набор сит и поставили на просеивание. Вот у нас набор сит с разными, так сказать. Где-то здесь должен быть эльбор. Ух- 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 О, вижу, Эльбур, он побежал. Это паучок. Исследование показало, что Эльбур мы не обнаружили. Вот, заметьте, мы не говорим, что его там нет, мы говорим, что мы его не нашли. Может быть, действительно нет, может быть, нет конкретно в тех кругах, которые мы купили, может быть, там одно-два зерна где-то пробежали мимо нас. Соотношение сказано, что оптимальное соотношение Электрокорунда и Эльбура, а какое соотношение считать оптимальным, не сказано. Менеджер компании нам через интернет сказал, что эта информация не разглашается. Так что вопрос о существовании Эльбура пока остается открытым. Есть ли Эльбур в Катопе, нет ли Эльбура в Катопе. Науки об этом доподлинно неизвестны. Эльбур в Катопе. Эльбур в Катопе. Продолжение следует...